О том, что в семье заложена бомба, в Центр общей помощи сообщили вскоре после полудня. Мужчина охотно поведал, что проживает в Можейке, назвал также имя, фамилию, как позже выяснилось, принадлежащее не ему. По его голосу специалисты предположили алкогольное опьянение. На этот раз полицейские не торопились объявлять план щит, но для проверки выслали несколько экипажей к парламенту. Из-за повышенных мер безопасности в семь не смогли попасть своевременно трое министров. Их задержали на входе по пути в зал заседания. Но само заседание прервано не было, поскольку вскоре тот же мужчина позвонил вновь и извинился за ложное сообщение. Личность звонившего установлена. Нетрезвый житель Можейки был найден дома, по месту прописки. Теперь ему предстоит отвечать за внесенную в работу сейма неразбериху. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова